Добрый день, ребята! Будьте все внимательны, а еще старательны. Будем сегодня задачи решать, будем складывать и вычитать. Я рада вновь приветствовать вас на нашем уроке математики. Тема нашего урока – решение задач, как заплатить за покупку. Сегодня на уроке мы вспомним, что такое задача. Узнаем, как решать задачи о покупках. Научимся подбирать опорную схему к задаче. Беритесь, ребята, скорее за работу. Учитесь считать, чтобы не сбиться со счету. Увеличьте данные числа на 4. 1, 6, 0 и 5. Проверьте себя. 1 увеличили на 4 – получили 5. 6 увеличили на 4 – получили 10. 0 увеличили на 4 – получили 4. 5 увеличили на 4 – получили 9. Уменьшите данные числа на 4. 7, 8, 6 и 10. Проверьте себя. 7 уменьшили на 4 – получили 3. 8 уменьшили на 4 – получили 4. 6 уменьшили на 4 – получили 2. 10 уменьшили на 4 – получили 6. Давайте вспомним, из каких частей состоит задача. Расставьте по порядку слова, относящиеся к понятию задачи. Проверьте себя. Задача – это условие, вопрос, решение и ответ. Как вы думаете, а бывают ли задачи о покупках? Конечно, такие задачи есть в математике. Мы с вами уже знаем, что задача – это математическое высказывание, состоящее из условия и вопроса. Давайте же рассмотрим задачу о покупках на примере задачи в учебнике на странице 88. Эту девочку зовут Назым. Назым купила в буфете булочку и стакан молока. Цена булочки – 20 тенге. Цена стакана молока – 30 тенге. Сколько денег потратила Назым? Что является условием задачи? Первая часть – это условие. Назым купила в буфете булочку и стакан молока. Цена булочки – 20 тенге. Цена стакана молока – 30 тенге. Условия содержат числовые данные. Из условия мы узнали, что одна булочка стоит 20 тенге, а что стакан молока стоит 30 тенге. Вторая часть задачи – это вопрос. Сколько денег потратила Назым? Рассмотрите краткую запись данной задачи. Вы уже знаете, что любую задачу можно отобразить в виде опорной схемы. Как же будет выглядеть графическая модель этой задачи? Цена булочки – 20 тенге. Изобразим ее в виде отрезка красного цвета. Цена стакана молока – 30 тенге. Изобразим ее при помощи отрезка зеленого цвета. Нам нужно узнать, сколько всего денег потратила Назым. То есть узнать целое. Для этого мы объединим обе части одной дугой. И поставим знак вопроса. Ребята, можем ли мы ответить сразу на вопрос этой задачи? Нет, не можем. Мы должны задачу решить. Решите задачу. К 20 прибавим 30. Получим 50 тенге. Наш ответ будет звучать так. Назым потратила 50 тенге. Не устали? Тогда выполним следующее задание на странице 89. Послушайте задачу. В кошельке было 10 тенге. Добавили еще 6 тенге. Сколько денег стало в кошельке? Найдите в задаче условия. В кошельке было 10 тенге. Добавили еще 6 тенге. Найдите в задаче вопрос. Сколько денег стало в кошельке? Рассмотрите графическую модель задачи. Что в задаче известно? Известны части. 10 тенге – это часть. 6 тенге – это тоже часть. Что требуется узнать? Требуется найти целое. Каким действием мы будем решать задачу? Верно. Действием сложения. Решите задачу самостоятельно. К 10 прибавим 6. Получим 16. 16 тенге. Наш ответ будет звучать так. В кошельке 16 тенге. Ответ. В кошельке стало 16 тенге. У вас все отлично получается. Давайте же выполним следующее задание из учебника на странице 89. Рассмотрите рисунок и составьте задачу по рисунку самостоятельно. Не забудьте про две составные части задачи. Ваша задача может звучать так. Цена ластика – 8 тенге. Цена карандаша – 10 тенге. Сколько стоит карандаш и ластик вместе? Рассмотрите графическую модель задачи. 10 тенге – это часть. 8 тенге – это тоже часть. Неизвестно целое число. Решите задачу. Проверьте себя. Каким действием вы ее решили? К 10 прибавили 8 – получили 18. 18 тенге. Ответ наш звучит так. Карандаш и ластик стоят 18 тенге. Легко ли вам было на сегодняшнем уроке? Я надеюсь, что вы со всеми заданиями справились на отлично. Давайте подведем итоги. Сегодня на уроке мы познакомились с понятием «задача о покупках». Узнали, что при решении задач о покупках нужно подбирать опорную схему. Научились решать и самостоятельно составлять задачи о покупках. Оцените свою работу на лестнице вашего успеха. Определите, на какой из ступеней находитесь вы. И подумайте, что еще нужно сделать вам, чтобы оказаться на самой вершине вашего успеха. Вот и закончился урок. Снова прозвенел звонок. Отдыхать мы можем смело, а потом опять за дело. А я прощаюсь с вами до следующего урока математики. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин